привет меня зовут лена сегодня я покажу вам как приготовить потрясающий десерт маршмеллоу без сахара это очень просто из ингредиентов нам понадобится только вода желатин и сироп топинамбура воздушный с потрясающей тягучей текстурой маршмеллоу всегда особенно радует детей только в вашем маршмеллоу теперь не будет сахара а еще с помощью маленьких фигурных маршмеллоу можно очень красиво декорировать торты друзья спасибо за ваши лайки и репосты это лучшая помощь в развитии канала первым делом я всегда готовлю формы против не застеленные силиконовыми ковриками или бумагой для выпечки посыпаем их крахмалом и распределяем крахмал по всей поверхности очень удобно это делать кисточкой также подготовим кондитерский мешок я буду использовать вот такую насадку чтобы сделать фигурные зефирки теперь можно приступить к приготовлению здесь 10 грамм желатина заранее замоченных в пятидесяти граммах воды и я уже растопила желатин переливаем его в емкость для взбивания а в ковшике у меня 200 грамм сиропа топинамбура его прогреваем до кипения но не кипятим начинаем взбивать желатин и в процессе взбивания постепенно вливаем сироп взбиваем на максимальной скорости до полного остывания массы у меня на такое количество ушло около 10 минут сироп топинамбура натуральный продукт и бывает отличается по цвету от коричневого до более прозрачного желтого это конечно отражается на цвете маршмеллоу у меня сироп довольно темный поэтому и маршмеллоу получится нежно кремового цвета если сироп будет более прозрачный то зефирки выйдут белые в процессе взбивания следите за температурой чаши когда смесь охладиться значит пора заканчивать примерная температура готовности 30-35 градусов но лучше ориентироваться на консистенцию вот сейчас чаша уже заметно охладилась давайте остановим взбивание и проверим консистенцию посмотрите маршмеллоу держит форму на венчике если его положить он не расползется не съедет останется той же формы это говорит о готовности перекладываем нашу воздушную массу в кондитерские мешки взбивать слишком долго тоже не рекомендую в какой-то момент масса начинает просто застывать и тогда она уже не выйдет из кондитерского мешка ровно и красиво один мешок у меня с насадкой другой без сейчас я покажу что из этого получится я сделаю зефирки разных форм и размеров чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий вам вариант вот такими фигурными маршмеллоу очень красиво можно декорировать торты из мешка без насадки можно отсадить просто вот такие вот колбаски их потом легко будет нарезать на маленькие цилиндры можно обойтись вообще без кондитерских мешков и выложить всю массу сразу в емкость а потом нарезать на кубики но нарезание в этом случае займет больше времени так как маршмеллоу липнет к ножу и слипается между собой и так все готово оставляем наши зефирки до полного застывания на 1-2 часа теперь посыпем маршмеллоу кукурузным крахмалом чтобы они не липли к рукам их друг другу и очень удобно использовать кисть чтобы распределить крахмал по всей поверхности маршмеллоу и сбоку тоже обязательно пройдитесь маленькие зефирки тоже слегка обмахиваем кистью излишки крахмала очень удобно убрать с помощью сита вот такие красивые воздушные зефирки получились колбаски нарезаем на небольшие кусочки с помощью ножа покрытого крахмалом срез каждого кусочка тоже обрабатываем крахмалом протрясем через сито маршмеллоу готово очень воздушные в меру сладкие тягучие и просто волшебно тающие в чашечке с кофе если вам нравятся мои полезные десерты ставьте лайк подписывайтесь если вы еще этого не сделали и я буду рада пообщаться с вами в комментариях пока Субтитры сделал DimaTorzok